Собрался в командировку ехать завтра, вот уехал по работе. О подобном ЧП местные жители предупреждали, свою управляющую компанию уже давно просили спилить наиболее старые и гнилые деревья, но результаты это никакого не принесло. Указывали именно какие деревья. На это дерево указывали, там деревья два указывали, на березу в частности указывали. В эту ночь от сильного порыва ветра гнилой ствол дерева переломился у самого основания. При падении тополь зацепил провода и подтянул за собой железобетонный столб, который также не выдержал нагрузки. Всего пострадали четыре автомобиля, но больше всех досталось Ладе, 14-й модели и Тойоте. Серьезные повреждения, тут наверное тысяча, не знаю, на 500-600, наверное. Владелец Тойота противополицейских тщательно зафиксировать все повреждения на своей машине и восстанавливать иномарку за свой счет. У него желания никакого не было. Говорит и так, ежемесячно нужно отдавать серьезную сумму за автокредит. У меня неполная страховка, я сейчас, если честно, даже не знаю, что делать и будем разбираться с ведомствами, которые должны отвечать за эти происшествия. Все пострадавшие автовладельцы говорят, если управляющая компания не пойдет им навстречу, они будут вынуждены начать судебное тяжбое. Равиль Сяйганов, Альберт Аминов, Эфир 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова